всем здравствуйте я приветствую всех кто зашел на мой канал сегодня хочу поделиться еще одним способом заготовки виноградных листьев на зиму для того чтобы готовить вкусную дому на моем канале уже есть такое видео как можно заготовить листочки виноградные на зиму а сегодня я хочу поделиться своим новым способом вернее не своим этот способ мне подсказала моя одна пожилая соседка за что и огромное спасибо прошлом году я уже так делала мне очень понравилось и после того это после того как испытав я конечно же сегодня хочу поделиться с вами сейчас у нас уже идет давно полным ходом идет заготовка этих листьев я даже немножко уже как бы чуть опоздала но ничего вчера купила пол килограмма и сейчас покажу как я их буду заготавливать на землю без всяких заморочек все очень просто все гениально просто кому интересно оставайтесь смотреть для заготовки на зиму таких виноградных листиков нам не понадобится не баночки не соль не вода в общем вот мои листики надеюсь я еще успела купить те листики которые мелкие потому что уже сейчас как у нас время проходит конец мая обычно середины мая начинается это все но это все же таки лучше чем покупные потому что когда покупаешь там не неизвестно что внутри там ложат такие большие пласты пласты что их надо резать на 2 на 3 части чтобы сделать нормальную долму вот берем листики кто хочет может сразу вот эти палочки оторвать кто не хочет кому некогда или не хочет заморачиваться или надеется оторвать их потом будущем перед тем как готовить домом можете оставить мне понадобятся вот такие пакетики можно взять рулоном такую вот но у меня закончился она поэтому я буду делать по пакетикам разницы практически нет никакой также у меня есть еще как это для заморозки специально в него я уже потом буду складывать эти маленькие пакетики порцион берем сразу можете вот примерно определить одну порцию сколько примерно вам понадобится листиков она один раз приготовить смотрите если семья большая берите значит порцию допустим побольше если маленькая маленькая мало готовите то можно взять поменьше я вот тоже так на глаз соберу и буду упаковывать в пакетик на этот раз я наверное все же такие эти плодоножки или палочки как их называют сразу удалю чтобы и в морозилке меньше занимало место и складываем вот так друг на дружку за это время можно удалить лишний мусор конечно можно и купить готовые листики в магазине тем более вот допустим в россии да где вот откуда я сама родом у нас допустим вот не продают не растут вот такие листочки виноградные виноград в принципе не растет поэтому там люди не смогут заготовить они конечно вынуждены покупать уже в магазине готовые листочки здесь я тоже иногда зимой покупаю когда у меня свои заканчиваются иногда бывает такая необходимость но мне вот нравится когда свое домашнее чтобы заготовить знать что в закромах где то есть можно взять использовать вот посмотрите вот это большой его я уже буду складывать отдельно от маленьких другую смысле стопочку чтобы потом когда я буду делать долму я уже знала где у меня большие листочки где маленькие чтобы все вся дома была как бы одинаковые по размеру для гостей конечно желательно сделать помельче чтобы красивые были ну а для себя можно и покрупнее у меня на канале есть видео как я готовлю эту долму именно как готовят в азербайджане оставлю ссылочку кому интересно можете пройти посмотреть также я планирую приготовить яланцы долма это называется обманная долма они делаются без мяса здесь тоже я видела как готовят их в азербайджане я планирую приготовить тоже по этому рецепту потому как допустим кто-то видит вегетарианец мясо не не кушает охота как-то разнообразить свое меню можете приготовить вот так такие обманные долмы как говорится я этот рецепт обязательно сделаю постряпаю я сама тоже люблю готовить такие и обязательно приготовлю готовятся они без мяса ну в общем вы сами все увидите следите за моим каналом ну вот я рассортировала и готовила примерно вот такое количество я знаю что это я буду использовать на один раз и еще раз хочу повториться что нужно брать вот такие желательно конечно же вот такие молодые мягкие листики из более крупных конечно тоже можно готовить но они более жесткие нежелательно конечно самое то вот такие листики молодые маленькие я разделю на две части я убрала эти палочки которые вот эти вот штучки на них теперь мне будет очень удобно зимой я достану из пакетика чуть-чуть сполосну и все можно готовить тоже не нужно будет уже мучиться там что-то стараемся вот так вот вот это у меня одна порция для одноразового использования все я почистила разложила по пакетикам у меня получилось три порции мелких листочков и вот одна такая более менее крупных вот такие листочки очень прямо уже твердые такие или грязные допустим какие то вот такие нехорошие листочки я вообще не собираю это выбрасываю они нам незачем вот еще хочу сказать что бывают такие вакуумные пакетики если у вас есть такие можете разложить порционно по ним будет вообще супер сейчас я беру вот такой большой пакет для заморозки ну и по виду уже видно да что вот это более крупный вариант по это мелкий вариант когда будете готовить уже можно даже и не подписывать ну и по виду складываю в один большой пакетик желательно чтоб воздух там не оставался то и после того как выпущу воздух Запечатываю плотно, чтобы воздух туда не проходил. И вот таким образом кладу это в морозильную камеру. Таким образом наши листочки сохранятся до самой зимы, до самой весны и даже на несколько лет. Они не теряют свой аромат после разморозки. Цвет долма получается очень вкусная, ароматная. Так что заготавливайте, готовьте. Я знаю, что в России на йоге растут такие листочки. Здесь их называют тенеки арпала. В общем можете насобирать. Вот единственное, что вы должны смотреть, чтобы они были молодые. Когда они молодые, их можно использовать. Когда они уже вот такие жесткие, их уже нельзя. Ну вот это я покупала, мне к сожалению подсунули вот такие несколько штучек. Ну как говорится, мясо без костей не бывает. Если вам понравилось в моем видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Расскажите, как вы заготавливаете листочки. Может есть способ такой, какой, я не знаю. Может мне он тоже понравится. Кладу сейчас листочки в морозилку. А вам желаю отличного настроения, голубого неба над головой. И всего-всего самого наилучшего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok